Детский оздоровительный лагерь Мы старались адаптировать все наши программы таким образом, чтобы дети могли проводить время и в таких погодных условиях весело и интересно. Ну и вот сейчас у нас последняя неделя второй смены в Артеке, и все самые яркие мероприятия как раз сосредоточились на ней, ну и благо погода тоже позволяет их все реализовать. Это и лучные тиры, и скалодром, и пенная вечеринка, и киберспортивные мероприятия. Ну в общем, самое веселье как раз таки попало на хорошую погоду. А одновременно со стартом оздоровительной кампании в детские лагеря по всей России отправились активисты ОНФ с целью мониторинга условий в созданных лагерях. Проводился такой мониторинг и в Ульяновской области. За полтора месяца наши региональные активисты проверили 4 летних лагеря. Ульяновский Артек, лагерь имени Матросова, детский оздоровительный центр «Юность» и пришкольный лагерь «Солнышко». Учитывая, что в последние годы периодически по стране возникали претензии к питанию детей и взаимоотношения вожатых и отдыхающих, проверяющие обращали на это особое внимание. Согласно результатам мониторинга, к питанию ни в одном из четырех лагерей претензий не было. Корм детей качественно и вкусно. К вожатым тоже никаких вопросов. Очень понравились отзывы родителей детей, что очень нравится им, как с ними в этом году работали и педагоги, и работали вожатые, которые могу отрадно сказать, что педагогический кадр у нас очень хорошо подготовлен, потому что и родители, и дети. В этом году очень отзывались о том, что очень хороший контакт и с педагогами, и с вожатыми, в общем, у детей. Дети остались очень довольны. Претензии же в большей степени касались материально-технического состояния лагерей. Это и заметная изношенность корпусов, как, например, в лагере имени Матросова, или заросли кустарника, как в «Юности» или в «Ульянском артеке». Представители лагерей с претензиями согласны. В «Ульянском артеке» пообещали не только исправить ситуацию, но вообще провести реконструкцию на 50 миллионов рублей. Все за счет компании, которая взяла лагерь в аренду в прошлом году. Заместитель директора Ульянского центра организации отдыха и оздоровления Ирина Ильюнова предложили ульянским активистам выйти с предложением в федеральный центр о разработке программы поддержки муниципальных детских лагерей. Благо, их в стране остается все меньше, потому что детский отдых постепенно становится делом бизнеса. Игорь Влитин, Руслан Баталов. Новости дня. Ульянская правда. Руслан Баталов. Новости дня. Руслан Баталов. Новости дня. Руслан Баталов. Новости дня. Руслан Баталов. Новости дня. Руслан Баталов. Новости дня.